Музыка Дорогие товарищи, от имени Оргкомитета Конференции позвольте вас приветствовать в поселке Ульяновка Ленинградской области в Доме музея Ульяновых Елизаров на научно-практической конференции «Борьба противоположностей и задачи рабочего класса современной России». Организаторами конференции являются Красный университет Фонда Рабочей Академии и Ленинградское интернет-телевидение «ЛенРус». Наша конференция традиционная, ежегодная. Но она такое исключительное событие в общественно-политической жизни. Потому что научные конференции в стране проводятся очень много. и практические конференции, на которых приглашаются и выступают общественные деятели, руководители профсоюзных организаций. Но таких конференций, где бы в одном месте выступали и ученые, и общественные, политические деятели, профсоюзные, а также рабочие с научными докладами и с практическими. Таких конференций, пожалуй, нет. Так что наша конференция в этом плане является особой. Значит, у нас традиционно первым прислал тезис и выступление Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, преподаватель Красного университета, но по ряду обстоятельствам, к сожалению, не смог приехать сегодня. Ну вот Александр Сергеевич Казенов озвучит. Тезис и выступление Михаила Васильевича. Развитие общества, как разрешение противоречий и задачи рабочего класса в современной России. Диалектика учит, что развитие есть движение простого к сложному, низшего к высшему и осуществляется через борьбу противоположностей и разрешение противоречий. Для первобытно-общинного коммунизма характерно было противоречие между первобытными общинами и природой, которое было основным около 40 тысяч лет до образования первых городов-государств в конце VI тысячелетия до Новой эры. Рабовладельское общество развивалось через разрешение противоречия между классом рабов и классом рабовладельцев. Феодальное – через разрешение противоречия между феодалами и крепостными крестьянами. Капиталистическое развивалось через противоречие классовой борьбы между классом капиталистов и рабочим классом. Нынешняя эпоха – эпоха умирающего в виде империализма, капитализма и вырастающего коммунизма. На данный момент в виде построенного и разрешающего свои противоречия неполного коммунизма КНДР или коммунизма, находящегося в становлении в ходе построения социализма и уничтожения капиталистических укладов – это КНР, Вьетнам, Лаос, Куба. Особое место занимает Россия как правоприемница Социалистического Советского Союза, которая, к сожалению, можно сказать, без широкой борьбы со стороны рабочего класса, трудящихся, потеряла социалистическое завоевание, убаюканное ядовитыми сказками про перестройку и развитой социализм, общенародные государства и ведущую, а не руководящую роль рабочего класса. Зараженная в хрущевский период ревизионизмом и оппортунизмом КПСС перестала быть авангардом рабочего класса, переродилась в буржуазную патию и через рыночную реформу 1965 года и Горбачевскую перестройку перевела Советский Союз на капиталистические рельсы, разрушая первую фазу коммунизма – социализм и Советский Союз, являющийся воплощением интернациональной единства трудящихся в борьбе против отпечатков капитализма за коммунистическую сущность социализма. Когда деятельность КПСС изменником Ельциным была приостановлена, те коммунисты, которые не предали рабочей класса его интересы, которые создавали в городах объединение рабочих, Российский комитет рабочих, Объединенный фронт трудящихся России, противопоставивший предателю Ельцину коммунистического генерала Макашова, активно действовали, боролись. Они довели дело до создания уже в 1991 году Российской коммунистической рабочей партии и в 1993 году Рабочей партии России, которые в своих программах поставили целью установления диктатуры пролетариата и возрождения социалистической России, как основы воссоздания Союза Советских Социалистических Республик. За это теперь ведется классовая борьба. Важными этапами в этой борьбе явились создание в 1991 году российской газеты «Народная правда» и борьбы за подготовленный, зарегистрированным в 1994 году Фондом Рабочей Академии, проект Трудового кодекса России, который сбил проекты правительства, профсоюзной, восьмияблочной Московской городской думы и получил 189 голосов депутатов Государственной думы, уступив только компромиссному проекту с Лизки. Особо следует отметить борьбу профсоюза авиадиспетчеров и профсоюза докеров, имеющих богатый опыт составления и заключения коллективных договоров. В итоге мы имеем Трудовой кодекс, позволяющий вести успешную экономическую борьбу. Теперь российскому рабочему классу предстоит научиться борьбе за коллективные договоры и организации забастовок, без которых хороший колдоговор не заключить. Создание же стаичных комитетов позволит сформировать советы из представителей стаичных комитетов, и тогда вопрос о воссоздании советов как органов, составляемых из представителей коллективов производственных предприятий, и восстановлении советской власти станет в повестку дня. «Проверено и на будущее надо усвоить, что главным в учении марксизма и ленизма является учение о диктатуре патриотов, которое необходимо на весь период полного уничтожения класса, что эта диктатура есть упорная борьба, кровавая и бескровная, военная и хозяйственная, насильственная и мирная, педагогическая и административная против силы традиций старого общества. Необходимо понять, что социализм – не готовая система, которой будет облагодетельствована человечеством, а классовая борьба пролетариата за разрешение противоречий между коммунистической природой социализма и отпечатками капитализма, между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью, между бесклассовым характером коммунизма и еще не полностью преодоленным делением общества на классы, между планомерным характером социалистического производства и элементами стихийности в его организации, между социалистическим характером системы планово-централизованного управления и элементами карьеризма и бюрократизма, ведомственности и местничества. Все эти противоречия разрешаются по линии приближения к полному коммунизму и учиться этой борьбе трудящихся должны начать еще при капитализме. Только самая широкая, упорная и систематическая борьба рабочего класса и других трудящихся может уничтожить капитализм и довести развитие социализма через разрешение его противоречий до полного коммунизма. Обучение этой борьбе – одна из задач Красного университета, Фонда рабочей академии и Ленинградского интернет-телевидения. Призываю трудящихся записываться в Красный университет и проходить теоретическую подготовку, необходимую для успешной борьбы за свои интересы. Обучение бесплатное, запись через интернет. Спасибо. Слово для выступления представляется Волковой Екатерине Сергеевне. Тема доклада «Марксизм и оппортунизм. История и современность». Здравствуйте, уважаемые товарищи. Спасибо, Виктор Иванович, за приглашение. Да, действительно, сегодня хочу представить вам доклад на тему «Марксизм и оппортунизм. История и современность». Начать здесь стоит с того, что если мы обратимся к истории становления рабочего движения в мире, в России в частности, то мы увидим, что в России еще с конца XIX века, с самого начала развития рабочего движения и становления партии рабочего класса, имела место борьба с оппортунизмом. Сначала она выражалась как борьба с экономистами, так называемыми, которые выступали исключительно за экономическую борьбу рабочего класса, отодвигая на задний план политическую борьбу. И ленинцы, большевики, тогда еще не большевики, выступали как раз против этого движения. Дальше оппортунизм переродился, и началось разделение, во-первых, на меньшевиков и большевиков, как мы знаем, на Втором съезде. И борьба продолжилась. Да, борьба была по вопросу, кто должен входить в партию, должны ли участвовать члены партии в работе, ну и так далее. Дальше борьба шла по линиям ликвидаторства, появились ликвидаторы. И надо сказать, что те же самые люди, зачастую, которые были, выступали за экономизм, которые выступали за меньшевизм, они же выступили за вот эту ликвидаторскую позицию. И борьба не прекращалась ни на минуту. Дальше, после борьбы с ликвидаторами, которая продолжалась много лет, в дискуссии шли по вопросам о Первой мировой войне. Дальше, после революции, гражданской войны, была масса практических вопросов, начиная от НЭПа, индустриализации, коллективизации. И эта борьба шла без конца. И поэтому стоит сказать, что в принципе становление, развитие рабочего движения существует как раз как результат вот этой самой борьбы. И если мы обратимся с этим тезисом к сегодняшнему дню и проконстатируем действительно тот факт, что сегодня рабочий класс находится немного в спящем положении, в спящем состоянии, и сознание его пока спит. И эта теоретическая борьба, которая существует сегодня, она идет в основном среди интеллигенции. То какие же вопросы здесь оказываются ключевыми? А ключевых вопросов здесь три. И мы их можем выделить. И мы можем увидеть, что в СМИ, в массовом поле информационном, действительно идет эта борьба. Идет она уже много лет. И в связи с ситуацией, которая существует сейчас, я имею в виду войну, которая идет на Украине, она обострилась. Эти вопросы следующие. Первый вопрос – это вопрос о том, кого стоит считать пролетариатом. И первая позиция звучит как «Пролетариат – это все наемные рабочие». Но эта позиция оказывается для нас бесполезной, если мы начинаем ее применять к вопросу «А кто же может реально осуществить диктатуру пролетариата? Кто может взять и удержать эту власть и проводить в жизнь рабочую политику, собственно?». И здесь выступает вторая позиция, что пусть пролетариат – это все лишенные собственности, но нам нужно выделить из этих людей ядро. И этим ядром оказываются городские, фабрично-заводские, рабочие. И в этом смысле со времен Ленина ничего не поменялось. Вот это первый вопрос, по которому идет размежевание марксизма с оппортунизмом. Второй вопрос – это вопрос об империализме. И тоже он стоит уже много лет, и тоже много лет ведутся эти споры. И опять же здесь возникают две позиции. Первая позиция, она опять как отсылка к Ленину, что в процессе развития капитализма, из-за капитализма свободной конкуренции сформировались такие крупные монополии, которые позволили некоторым странам, крохотной горстке этих стран, получить такую власть, что они могут присваивать себе стоимость, создаваемую трудом рабочих остальных стран, большей части мира. Это первая позиция. Есть вторая позиция, которую сформулировали в конечном итоге Компартия Греции, которая утверждает, что есть некая пирамида империализма. И поскольку капитализм развивался, и монополии развивались во многих странах, то империализм существует практически во всем мире. Более крупные империалисты, менее крупные империалисты. Империалистами оказываются все, за исключением, может быть, пары совсем зависимых мелких стран. И опять же, когда мы начинаем применять этот вопрос к текущей ситуации, мы находимся в следующем положении. Первая позиция, вернее, со второй лучше начать. Вторая позиция, когда империалисты все, показывает нам, что сейчас на Украине идет империалистическая война. Идет она за что? Идет она за рынки сбыта и за рынки ресурсов. Только за это, за то, кто будет... Я хочу подобрать какое-нибудь слово, кроме доить, но у меня пока не получается. Ну, в общем, получать эту самую стоимость... Донить, донить, собирать донить. Да, хорошо, донить Украину. Вот, это первая позиция по империализму. И вторая, она оказывается совсем другой. И если Россия не империалист в данном случае, то Россия ведет сейчас борьбу на Украине с американским фашизмом на экспорт, который сформировал во внешней политике, да, с американским фашизмом во внешней политике, который действительно сформировал вот это фашистское государство в лице Украины, и Россия сражается за собственный суверенитет. Две противоположные позиции. Опять размежевание оппортунизма и марксизма. И третий вопрос, который возникает, это вопрос о возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране. Как мы знаем, Маркс утверждал, что построить социализм в отдельно взятой стране нельзя, и что действительно революция там должна во всех странах произойти. Но Ленин уже с учением опять же об империализме показал, что нет, в отдельно взятой стране должна произойти революция, должен быть построен социализм, да, и потом это уже будет распространяться. И снова здесь оказывается рабочий класс в таком созерцательном положении. То есть если мы говорим, что рабочий класс России, скажем, должен дождаться революции и построения социализма в США, то что остается рабочему классу России? А ничего не остается. То есть исключительно созерцательная позиция, в которой он дожидается, что что-то произойдет, что-то случится где-то там. А здесь, ну, ничего не поделаешь, к сожалению. Но что же все-таки делать? Да, вот исходя из этого. А исходя из этого, действительно, Россия попала в такое положение, и рабочий класс России, что временно, вот в этой антиимпериалистической борьбе, которая является частью классовой борьбы, но не всей классовой борьбой, сохраняется единство буржуазии и пролетариата, которые заинтересованы в этой антиимпериалистической борьбе, но в то же самое время никуда не деваются вот это имманентное капиталистическому строю, противоречие между пролетариатом и буржуазией. Поэтому, если мы говорим о том, что данная борьба на Украине, она необходима, то мы в то же время должны признать, что никаких положительных результатов автоматически рабочий класс ни от победы, ни даже от экономической индустриализации, национализации рабочий класс сам по себе не получит. Это тоже должно стать результатом борьбы. И вот эту позицию нужно очень четко понимать, в том числе, ну, в первую очередь, рабочим России, что если рабочие хотят получить что-то от действительно выгодной, сложившейся для них ситуации, поскольку буржуазия сейчас заинтересована, кровно заинтересована в построении экономического, в первую очередь, суверенитета, то нужно отстаивать свои интересы, нужно брать это в свои руки. Если это делаться не будет, то, естественно, все издержки, которые понесет наша страна в результате того, что происходит, лягут на плечи рабочего класса. Как это нормальная ситуация при капитализме, как это и логично должно произойти. Поэтому важнейшим действием сейчас является объединение, общая борьба за свои интересы и отстаивание классовых интересов, которые в первую очередь заключаются, экономических интересов, которые заключаются как раз в сокращении рабочего дня, в повышении заработной платы до уровня стоимости рабочей силы, и так далее. Это уже рабочие лучше меня знают, за что нужно выступать. Вот, собственно, все. Спасибо. Слово предоставляется Гавшину Борису Николаевичу, кандидату экономических наук, исполнительному директору Фонда Рабочей Академии. Тема выступления. Партия рабочего класса как форма разрешения противоречий общественных и личных интересов. Дорогие товарищи, мы сегодня рассматриваем по противоречиям, и в жизни вообще все противоречило. И противоречия часто переходят в конфликты. И они бывают разные. И в целом развитие идет через борьбу. Вот партия рабочего класса отражает интересы, соответственно, рабочего класса. И по характеру, конечно, это интересы рабочего класса и выражает как авангард класса. Партии буржуазного толка выражают интересы противоположного класса, то есть буржуазии. И между ними, конечно, есть противоречия. Эти противоречия часто перерастают в конфликты. Конфликты разрешаются каким образом? Переговоры, коллективные договора, забастовки и другие формы. Вот я, как исполнительный директор Фонда рабочей академии под руководством президента Фонда рабочей академии Михаила Васильевича Попова приобрел очень богатейший опыт по развитию России. И когда произошла контрреволюция в нашей стране, разрушались заводы, фабрики, вот Дзюганов сказал, 80 тысяч предприятий было уничтожено. И в целом вот эта борьба была и в первую очередь какой буржуазии? Камбрадовской или национальной? Национальная буржуазия вместе с рабочим движением часто, национальная буржуазия вместе с наукой развивает свою страну. Камбрадовская буржуазия, как любая буржуазия, извлекая прибыль, разрушает отечественные предприятия и действует в интересах иностранных монополий, транснациональных монополий. И шла дискуссия, по какому же пути идти в нашей стране. Вот есть два пути. Или мы будем развивать собственную промышленность и не быть на задворках мира и мировых транснациональных монополий. Или мы будем все, что делается на Западе, с локализацией какой-то, выпускать здесь продукцию. И таким образом что происходит? Мы выпускаем продукцию, те уходят вперед, и мы все время в роли догоняющих. А если мы все время в роли догоняющих, мы никогда не выйдем на передовые рубежи. И всегда будем плестись в хвосте. Поэтому как великая страна, конечно, мы должны проводить независимую политику и самодостаточную. И таким образом мы должны выглядеть как великая держава, суверенной. И вот после контрреволюции была достаточно в этой области большая борьба. И она примерно, и у нас такое было воодушевление, закончилось в 2008 году, когда наконец-то после хаотического развития страны у нас была подписана концепция социально-экономического развития страны в 2008 году председателем правительства Владимир Владимировичем Путином. А до этого, когда он был президентом, перед этим выступил на расширенном заседании Госсовета о стратегии развития России до 2020 года. И по этой концепции посмотрели, все отрасли промышленности будут на подъеме. И на самолетах будем своих летать, и свои автомобили будем делать, и корабли будем делать, и танки будем делать. Великолепно. И в 2008 году по поручению президента фонда Академии Михаила Сеевича Попова я стал руководителем по разработке государственной программы возрождения и развития отечественной автопрома. Поскольку первое образование как раз инженерное в этой области, в МГТУ МАМИ, где я работал, аналогичная тоже должность была. И уже, ну, думаем, теперь все пойдет. Но противоречия тут же проявились. И несмотря на то, что мы выпустили газету, причем широкополосную газету, выпустили для того, чтобы влиять на всех, кто с этим как-то связан. Направили по почте, вручили лично. Направили и президенту, и федеральное собрание, и в одну палату и в другую на первых лиц, лично сенаторам вручал. И была надежда, что вот это пойдет как по маслу. Но уже на следующий год, в 2009 году, понятно было, что настолько противоречия сильны и перерождаются уже в конфликты. Потому что комбрадорская буржуазия достаточно очень сильна. И она просто так не дает. Причем у нас и во власти многие зависимы от того, чтобы мы в лучшем случае зарубежные предприятия делали, а свои уничтожали. И тогда мы еще сделали предложение и президенту, даже вот такие простые, которым сейчас только благодаря военной операции пришли, давайте государственные служащие, чтобы ездили на своих автомашинах. Давайте, чтобы таксомоторные перевозки осуществлялись на отечественных машинах, как это делается во многих странах. Давайте, чтобы автобусы, вот сейчас хорошо у нас реформа в Москве и в Санкт-Петербурге прошла, ездим хоть на отечественных автобусах, это уже подвижка. А так это было все иностранное. И таких много достаточно предложений, чтобы развивать свою экономику. Но проблем очень было много. Проводя научно-практическую конференцию, я приглашал на ее вот у нас на ЗИЛе, был наш в партии Шишкарев Василий Иванович, который и на север ходил. Он был и есть. Он и есть. Среди нашего коллектива. Нет, да. Он есть. Но на ЗИЛе, уже где он налаживал станки с числовым программным управлением по точной линии, уже и ЗИЛа нет. Мы выступали на научно-практической конференции. Мне было сложно, чтобы в МГТУ, МАМИ, профильному в ВУЗу в технической области, чтобы как-то было, чтобы была посвящена научно-практическая конференция. Весь профессорско-преподавательский состав вместе с студентами разрабатывали отечественные. Это было очень сложно. А это было как? В рамках концепции социально-экономического развития страны до 2020 года. И казалось бы, вот. Но она всячески пробуксовывала. Это было у многих непонимание. Многие уже так с запада влияли, чтобы были иностранные. И когда у Михаила Васильевича был в университете СПБГУ, и ему было 70 лет, и его спрашивают. А вот, Михаил Васильевич, какую бы посвященную, приуроченную к вашему 80-летию, какую бы вы хотели провести научно-практическую конференцию? Он, незадумывая, сказал, что самое лучшее – это по проблемам развития России. И вот это сделали такую конференцию. Но это единственная, наверное, конференция научно-практическая в университете, которая выпускала и президентов, и председателей правительств, и вице-премьеров, и патриарха, и Ленина даже. А вот нацелено берут какую-то парадигму, и ее обсуждают. Вроде умные мысли говорят, но не нацелены, не сконцентрированы на развитии России. И когда, находясь в Санкт-Петербургском госуниверситете, Степашин, он был тогда председателем счетной палаты. И мы с Михаилом Васильевичем там находимся, и Михаил Васильевич спрашивает, а что у нас, это где-то 12-й год, середина пути была концепции. А что у нас с концепцией социально-экономического развития страны до 2020 года? Пауза, и говорит, она корректируется. И, к сожалению, вот эта концепция, которая, казалось бы, подписанная председателем правительства, и все, она была забыта, и она была полностью не выполнена. Поэтому, конечно, нужно план, нужно разрабатывать неотложные меры. Так была попытка в 15-м году, очень серьезная попытка, советник президента Сергей Юрьевич Глазев, академик, докладывал на межведомственной комиссии Совбеза России о неотложных мерах по отражению угроз существования России. Все. Великолепно. Неотложные меры, по которым мы тоже должны много что сделать по подъему наукоемких технологий и по всем отраслям промышленности. И неотложные эти меры тоже отложили. Потом, наконец-то, в рамках законодательной власти, в рамках законодательной власти, наконец-то, появился закон о стратегическом планировании. Но если есть федеральный закон, стратегическое планирование будет. И никак не можем дождаться, где же вот этот закон федеральный есть, а когда же будет стратегическое планирование. И вот, наконец-то, еле-еле нашли, что, оказывается, стратегическое планирование есть до 30-го года. Но поскольку ни на федеральном уровне, на федеральном собрании не обсуждается ни Государственная Дума, Нижняя Палата, ни Совет Федерации, Верхняя Палата, нет трудовых коллективов обсуждения по этому плану. Вот, есть опасения, что, как бы, вот это все не заглохло. Мы делали, я вот специально газеты принес, вот эту я газету в Государственную Думу носил Жириновскому тогда. Я говорю, давайте мы как-то, о, КАМАЗ, КАМАЗ. Я говорю, да не КАМАЗ, в целом по отраслям промышленности. Ведь сейчас вот идет военная операция, вот эта военная операция при всех отрицательных моментах. Но есть положительный момент, что она поворачивает умы, чтобы не уничтожать собственное производство. Не быть на задворках развития мировой промышленности, а быть в передовых рубежах. И сейчас вот как раз вот эти вопросы двигаются. И слава Богу, дай Бог, чтобы наша страна развивалась. И рабочие заинтересованы этим. Мы провели 12 научно-практических конференций в Разливе с целью тоже показать актуальность ленинских идей для развития современной России. Преодоление проблем. И, конечно, вот здесь вспомнить надо вот только что выступал в Орле недавно Нигматурин. Академик, как и Глазик, вспоминал о Гянбегиана, академика. Что я хочу поставить властям двойку не для того, чтобы ушли, а для того, чтобы обратили внимание на развитие России, на развитие своих проблем. И не догоняли Запад. Вот Ленин в 2020 году поручал Российской Академии Наук подготовить десятилетний единый хозяйственный план, который предусматривал удвоение экономики. Кто мешает сейчас Академии Наук, который сейчас чуть ли не клуб ученых, академиков, именно поручить Академии Наук и создать план. И рабочие партии России могли бы вообще в этой области помочь и противоречие многие разрешить. Спасибо за внимание. Слово предоставляется Денису Борисовичу Диктериуму, кандидату медицинских наук, преподавателю Красного Университета. Тема выступления – экономические и политические требования при забастовке. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Как вы знаете, история забастовок уходит в глубокую древность. Первая забастовка произошла еще в Древней Египте при строительстве пирамиды. В дальнейшем забастовки развивались, росли. Но наибольшее распространение забастовки получили, конечно, при капитализме. Потому что при феодализме там особых забастовок не было. Если феодалы доводили до крайности своих вассалов, своих крепостных, они просто не бастовали, а поднимали бунт и взносили вместе с эксплуататором. Соответственно, мы знаем, что забастовки, конечно, стали активно развиваться именно в эпоху капитализма. И связаны они были с тем, что сформировался рабочий класс. То есть класс работников, которые были лишены средств производства, которые могли продавать только свою рабочую силу. Поскольку, вроде как, свою рабочую силу они продавали добровольно, значит, казалось бы, они добровольно могли и отказаться от этой продажи и не выполнять свои трудовые обязанности. Но наниматели, как отдельные капиталисты, так и весь класс капиталистов с этим был категорически не согласен. Поэтому любой отказ от работы рассматривался как бунт, был нелегальным и жестоко подавлялся. Как самими собственниками, так и при помощи государства собственника. То есть принимала участие, так сказать, сила государства в ликвидации забастовок. Забастовки поначалу носили чисто экономический характер. То есть рабочие выступали за улучшение условий труда, за повышение заработной платы, за сокращение рабочего дня. Но мы знаем, что в это же время активно начинает развиваться и политическое движение. Появляются политические партии, появляются деятели, науки и политики, которые в том числе начинают осознавать, начинают научно изучать и выражать интересы рабочего класса. Поэтому практически сразу с возникновением экономических забастовок начинают появляться и политические требования. В чем заключаются политические требования? В чем отличие политических требований от экономических? В том, что политические требования обращены уже не к конкретному собственнику, а обращены к коллективному собственнику, то есть обращены к государству. Они направлены, например, на расширение гражданских прав и свобод, На появление права голоса, на свободу печати, свободу собраний. Следующее, на свободу объединений политических в том числе. Следующее, какое политическое требование? Это требование смены правительства. И, наконец, политическим требованием также является изменение законодательства. То есть, те же экономические требования, но уже на более высокой ступени, на более высокой степени, когда требуют изменить не просто условия труда и заработную плату на конкретном предприятии, а требуют изменить это для всех трудящихся, для всех наемных работников. Таким образом, экономические требования в этом аспекте смыкаются с требованиями политическими. И мы знаем, что забастовочный процесс проходит тоже по такому же принципу. Обратимся к истории первой русской революции 1905-1907 годов. Блестящий анализ, который провел Владимир Ильич Ленин. И мы увидим, что если в начале 1905 года преобладали забастовки экономические, выдвигались в основном экономические требования, то по мере расширения забастовочного движения, по мере включения новых и новых предприятий, появлялось все больше и больше политических требований. И к концу года уже политические забастовки преобладали над экономическими. И Владимир Ильич сделал совершенно правильный вывод, что экономические забастовки не только не препятствуют развитию забастовок политических, но и наоборот поддерживают, подпитывают их, позволяя вовлекать в политические забастовки более широкие круги работников, которые до этого не соприкасались ни с какими политическими идеями и не помышляли о том, что нужно требовать что-то от правительства. Имеют ли эффект эти экономические и политические забастовки? Даже несмотря на то, что некоторые требования не являются в чистом виде политическим. Да, имеют, и мы знаем, что результатом было, в частности, законодательное сокращение рабочего дня до 11,5 часов. Но в то же время знаем, что путем забастовочной борьбы на некоторых предприятиях рабочим удалось к этому времени сократить уже и до 9 часов рабочий день. И рассматривая вопрос сокращения рабочего дня и борьбы за сокращение рабочего дня, мы приходим к очень интересному выводу. Именно в этом требовании смыкаются экономические и политические требования. Мы знаем, что борьба за сокращение рабочего дня носила упорный и крайне ожесточенный характер. Она была распространена по всему миру, и в Европе, и в Америке. Мы знаем, что Англии рабочие выступали за сокращение рабочего дня, даже соглашаясь на то, что будет несколько снижена заработная плата. Но в основном, конечно, требование заключалось в сокращении рабочего дня без понижения заработной платы. Мы знаем, что такие выступления за сокращение рабочего дня жестоко подавлялись, в том числе с применением армии, полиции, и были жертвы среди рабочих. Но, тем не менее, эта борьба продолжалась. Борьба получила совершенно новое звучание после победы российского пролетариата в Великой Октябрьской социалистической революции, когда первое в мире государство рабочих крестьян законодательно ввело восьмичасовой рабочий день. И в дальнейшем, вплоть до начала Великой Отечественной войны, проводилось полномерное сокращение рабочего дня, рабочего времени. Мы знаем, что и в последующем, после войны, после победы над фашизмом, рабочее движение укрепилось во всем мире. И в том числе забастовки были признаны законным средством борьбы за интересы трудящихся, как реализации права рабочих на объединение. И также в результате забастовочной борьбы произошло сокращение рабочего дня во многих странах мира. А вот там, где эта борьба началась, в Англии, в Великобритании, до сих пор восьмичасовой рабочий день так и не достигнут. То есть у них законодательно устанавливано только 48 часов в неделю. После контрреволюции в СССР, после, соответственно, реставрации капитализма, мы видим, что повсеместно идет удлинение рабочего времени. Идет атака на основополагающие трудовые интересы рабочего класса. Это изменение, казалось бы, не коснулось еще законодательства. То есть у нас формально сохраняется 40-часовая рабочая неделя. Но, тем не менее, по факту на большинстве предприятий уже рабочий день далеко превысил 8 часов. Поэтому борьба является как никогда актуальной. Мы знаем, что это, с одной стороны, требование экономическое, потому что коллективы могут предъявлять требования сокращения рабочего дня до 6 часов и рабочей недели до 36 часов без понижения заработной платы. Соответственно, могут до 30 часов. Соответственно, без понижения заработной платы предъявлять в ходе разрешения коллективных трудовых споров. С другой стороны, это требование является и политическим, потому что рабочая партия России в своей программе выдвинула это требование. Это требование также содержится в программе задачи коллективных действий. То есть она принята на вооружение Федерации профсоюзов России. И в этом требовании смыкаются экономическое и политическое требования. Как вы знаете, как говорил Маркс, как утверждалось на съезде рабочих еще практически 150 лет назад, сокращение рабочего дня является предварительным условием освобождения рабочего класса. Поэтому необходимо включать это требование в проекте коллективных договоров, необходимо продвигать это требование на законодательном уровне. И знаем, что партия КПРФ отказалась продвигать требования сокращения рабочего дня, а сейчас была инициатива со стороны партии ЛДПР. Понятно, что это популистское заявление, потому что партия, представляющая работодателей, не станет отстаивать интересы рабочего класса. Это задача партии рабочего класса. Спасибо. Слово предоставляется Николаю Николаевичу Дуняеву, заместителю председателя комитета профсоюзной организации АО «Метрострой Северной столицы». По специальности вы? По специальности я проходчиво четвертого разряда. Замечательно. Тема – становление профсоюзной организации «Метрострой Северной столицы». Пожалуйста. «Метрострой Северной столицы» на данный момент очень больная тема, так я понимаю, даже и для всего нашего города, не только для нас. На данный момент у нас есть сведения о том, что «Метрострой Северной столицы» хотят просто обанкротить и привести к чему? К развалу его полностью. То бишь к власти должны прийти москвичи, люди, которые нехорошо информированы, как строить наше метро. То бишь наше метро изначально было создано еще до времен, в 1941 году, как мне память не изменяет. И оно было создано теми людьми, которые хорошо были выучены и приинформированы, как правильно его строить. Оно самое глубокое в мире – метро. Ну, вот так вот, чуточка, если так, в историю войти. И люди, которые сейчас, в данный момент, строят его, они знают, как это делать. А те люди, которые хотят сейчас это все разрушить, придут к власти и, соответственно, своими вот этими действиями они ослабят его строительство. Вот, это во-первых. А во-вторых, своими действиями они могут привести еще к тому, что зарплата, которая сейчас и так не устраивает рабочий класс «Метрострой Северной столицы», будет еще ниже. То бишь, они хотят это все сделать, как бы, усреднить. Вот это все. И в среднем зарплата «Метрострой Северной» будет составлять от 50 до 70 тысяч. К сожалению, на данный момент, что мы можем сделать, что в наших силах? 7 июня 2023 года мы создали первичку, первичный профсоюз «Метрострой Северной столицы». То, значит, в него входят только рабочие, рабочий класс. То бишь, он у нас независимый, независимый от всех. Вот как раньше был у нас этот самый профсоюз, он зависел от работодателей, которые были сверху полностью. То бишь, он не работал 100% на работников, а был заинтересован уже в другом. То бишь, как работник, вышестоящий орган скажет, так он и будет делать. А на данном этапе мы создали ячейку профсоюзную, которая будет выступать только за интересы рабочего класса. И очень много вопросов наболело со стороны нас. И мы в итоге составили коллективный договор, как вот недавно было сказано. Должен уже вступить в силу, но, к сожалению, мы этого сейчас пока сделать не можем. У нас не хватает народу. В штате официально метростроя Северной столицы состоит более 3000. На данный момент у нас людей собрано 700 в профсоюзе, наших первичных. Чего нам не дает права положить коллективный договор на стол и вести уже переговоры. Ну, соответственно, в этом коллективном договоре выложены пункты, которые выдвинули рабочий класс, что требуется в первую очередь от работодателя. Но, к сожалению, работодатель даже на данный момент первичным нашим созданием профсоюза не хочет нас признавать как ячейку общества. Что, значит, противоречивает Трудовому кодексу абсолютно. Он неравноправно это все делает. Значит, какие движения мы сделали? Мы отправили в электронной форме, правда, уведомления о том, что мы состоялись. Ответа еще как бы не пришло на данный момент. Что хотим сделать на данном этапе? Просто повторить эти документы, как бы сделать повторно и отвести уже личку секретарю или генеральному директору, который сейчас на данный момент, чтобы он уведомился уже непосредственно от нас. И поставить печать, и чтобы дальше можно было мне, не только мне, а нам, извиняюсь, действовать дальше. И что могу вам сказать, на данный момент, вот сейчас у нас официально 100 с чем-то человек вступлено в профсоюз, неофициально 700. Вот даже с этими количеством народов уже можно бороться вот с этими несправедливостями. Хотя бы часть вот этих вот подпунктов можно уже как бы использовать и поставить на вооружение, и уже бороться с этими несправедливостями. Но хотелось бы, чтобы глобально все вот это охватило. Там есть 13 подпунктов, очень важные. И вот чтобы эти все подпункты работали, надо вот конкретно собрать 2000 человек, чтобы это все заработало. И вот на данный момент, что мы делаем? Мы собираем подписи. Подписи собираются и для официального вступления в профсоюз, и неофициально. Неофициальные подписи это что значит? Это люди, которые, допустим, поддерживают наши идеи. Но им не обязательно вступать в наш профсоюз, как говорится, да? Но чтобы они нас поддержали на ходе переговоров. Вот так можно сказать. Смотрите, доверенность на выражение интересов. Доверенности? У нас на данный момент, короче, могу вам сказать, штук 200, наверное, уже точно распространились. И они уже подписаны людьми, которые будут уже поддерживать наши интересы на коллективном договоре. Это уже радует, потому что шаг уже большой сделанный. И я думаю, что если мы будем дальше двигаться в этом направлении, чем больше мы подписи соберем, соответственно, люди будут в нас верить, как говорится. А мы будем уже своими действиями уже доказывать то, что наш профсоюз не просто там какая-то, как они сказали, ячейка, а действительно что-то он может в этом деле. Но еще самое главное, чтобы нас поддержали со стороны. Со стороны как поддержали? Вот, допустим, со стороны, если какие-то споры возникнут, адвокаты, юридическая помощь, вот в чем дело. Юристы, конечно, есть, но они, как вам сказать, все же сейчас плата, соответственно, и каждый юрист будет просить какие-то там свои услуги. А на данный момент мы не получаем одного процента сбора, как полагается, да, профсоюзный. Потому что еще официально как бы все директор не может нас принять. Эти бумаги до сих пор еще находятся, короче, вот в подвешенном состоянии. И как только это все закрутится, заверстится, я думаю, что с учетом того, что, как сказать, нашего напряга, люди, которые с нами сейчас есть на данный момент, и Михаил Васильевич тоже наш во всем поддерживает Попов, я думаю, что наша борьба все-таки приведет к каким-то плодам. Ну, конечно, это все будет не сразу. Некоторые товарищи, которые сейчас говорят, что вот профсоюз создан, а ничего как бы не делается, где ваши шаги, они ошибаются. Шаги уже сделаны к тому, чтобы что-то изменить в этом направлении. Ну, конечно, как говорится, Москва не сразу строилась. Соответственно, надо это все выдержка. И мы прикладываем все усилия к тому, чтобы как можно быстрее какие-то изменения все произошли в нашу сторону. Но, к сожалению, рыба гнила с головы, и вот на данный момент, пока вот эта верхушка правит вот этими делами нашими, метростройскими, к сожалению, ничего хорошего не предвидится, потому как у нас начальники меняются, как перчатки. Вот, к сожалению, это так на данный момент. И, как вам сказать, если был бы у метростроя, как вот раньше, да, хозяин, у которого все было крутилось и вертелось, и жестко держал бы все вот это вот в узде, было бы намного проще нам и работать, и быть уверенным в завтрашнем дне. Потому что этот хозяин, как говорится, отвечал бы за своих ребят, которые ему подчиняются, за, значит, выполнение работ, как говорится, за правильность, ну, за качество. А сейчас, к сожалению, спрос маленький. Даже вот с тех людей, которые сейчас у верхушки находятся, за качество, к сожалению, много. Мало кто ответит, потому что, как вам сказать, все это быстро-быстро-быстро на быструю руку все это делается. Но ребята сейчас пока еще опытные при исполнении этих заданий. Они хотят сделать так, чтобы набрать дешевую рабочую силу, и им будут даваться возможность работать в подземных работах. Чего это делать категорически нельзя. То бишь, если это все допустят, то метрострой Северной столицы перестанет существовать, как сильная большая организация. Это чисто мое мнение, мой взгляд. Потому что, если они это допустят, никакого, соответственно, качества не будет. Это раз. И, во-вторых, несчастные случаи на стройке никто не отменял. Они и сейчас у нас до сих пор есть, но в малых количествах. Но я так думаю, что если все так вот, как я говорю, сбудется, то будет очень плохо. Не только верхушкам, которые это все примут, но и людям, которые сейчас пользуются всем этим метрополитеном. Так что на данном этапе у нас еще впереди много работы в метрострое, много станций. Раньше люди приезжали туда и знали, за что они работают. Они работали за выслугу лет, которая им выплачивалась. Не только деньгами, но и квартирами. Вот они получали 10 лет, допустим, отработал, ты метростроил, ты как семьянин получаешь квартиру. А сейчас, к сожалению, все вот эти вот привилегии, все благи, которые должны быть, вот даже по Дорогому кодексу, значит, выслуга лет, 13-я зарплата и материальная помощь, они, к сожалению, сейчас вычеркнуты. И люди сейчас вот работают просто за то, что они получили все. И вот эта вся несправедливость нас привела к тому, что мы создали свой независимый профсоюз, который на данном этапе набирает обороты. И хорошо, что набирает. И если будут люди, которые нас поддерживают, еще вышестоящие, допустим, как ваша партия, допустим, если она чем-то нам поможет, вот даже чисто, как говорится, не идеями, там, вот советами, тоже было бы неплохо. В общем, любую помощь, которая есть, значит, поможет нам, мы готовы принять. Для этого я как бы и здесь, и вот хотел бы тоже послушать вот некоторых людей, которые здесь вот присутствуют, что вообще они думают. И слышали вы о них, а вот какие есть проблемы, как не тратствовать себя на столице. Так что вот сейчас мы объединились и под городом находимся. Мы думали, что это будет намного лучше, но, к сожалению, это показало, что еще усугубило наше положение метростроя. И вот мы думаем, что с этим профсоюзом мы что-то можем изменить. Как вот докера. Михаил Васильевич нам это представлял. Вот докера. Они составили коллективный договор, начали бороться, и что-то они, короче, изменили. У них это получилось. Я надеюсь, что у нас тоже это все получится. Спасибо за внимание. Слово предоставляется Казенову Александру Сергеевичу, доктору философских наук, профессору Красного университета. Тема выступления – уроки советов коммун для современного рабочего класса. Вы в школе какой язык изучали? Английский. Английский. По-английски как независимый? Independent. 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 Но на всех почти европейских языках независимость, в том числе, суверенитет. И, скажем, возьмете вы словари, посмотрите на суверенитет. Что это? Независимость. И самостоятельность. Значит, первично здесь самостоятельность, самость. А независимость – это следствие. То есть, если вы самостоятельны, если сами все решаете вопрос, вы никого не зависите. Хотите – взаимодействуйте в союзе, не хотите – не взаимодействуйте. И народный… Вот я написал, мы с Владимиром Петровичем были в декабре на конференции, посвященной столетию СССР. И я сделал скромненький докладик о народном суверенитете СССР. Я думал, что все это знают, все понимают, но вспомнить как бы о народном суверенитете в честь такой хорошей даты. Потом в процессе обсуждения я понял, что грамотные люди, доктора, профессора, они не понимают уже, что такое народный суверенитет. В какой-то мере, значит, помню, что там вот республики, они были суверенны. Что? Суверенитет народов, национальный суверенитет. А что такое народный суверенитет, уже не понимаю. Я тоже не понял ситуацию. В чём дело? А потом я, конечно, понял, что это также примерно самая проблема, которая была, помните, с категорией революционной диктатуры проинтриата, которую потом мы написали, книжку с Михаилом Васильевичем. На одной из лекций я убедился, что грамотная аудитория не понимает, какая диктатура проинтриата должна быть в переходном периоде. вспомнил цитату эту знаменитую Маркса, что государство переходного периода есть революционная диктатура революционной диктатуры. Никто этого не знает. Залез дальше, значит, профессоров, академиков, партийные документы, и там уже, оказывается, это всё давно забыли. И, наконец, лекции начали выражать в них. Почему это происходит? Это происходит потому, что нет постижения. Вот мы всё время в Красном университете на то напираем, что познание сшляется в понятиях. Понять, значит, выразить в понятиях. Вся учёба у нас построена вокруг этого. Но даже люди знают понятия, а постижения нет. Спрашиваются, что такое постижение. Пришлось заниматься этим вопросом. Две лекции я на эту тему прочёл, но ощущение, что нет постижения. Наконец, я понял, что надо на примерах классических это показать. Классики, они тоже не сразу всё поняли, а постигали в процессе деятельности. Скажем, та же диктатура Патрията. Диктатура Патрията Марс откуда взял? Я, кстати, писал в одной из статей по итогам Каневрицы. Откуда взялось это словечко? Диктатура Патрията. Никто не помнит. Это же государство, диктатура класса, нет? Это правильно. Откуда взял Марс её? Из письма о войне инвестиции. Это он написал, что он открыл. В 52-м году. А, в статье я в какой-то писал об этом, что Марс её услышал на улицах Парижа. Как мужики там бежали по Парижу в революцию 48-го года. И, значит, диктатура Патрията. В 48-м году. Но Маркс тут вскоре написал с Энгельсом манифест коммунистической партии. И в унифесте коммунистической партии никакой там диктатуры Патрията нет, как вы знаете. Диктатуру Патрията вот он написал в 52-м году. То есть, в 48-м году диктатуру он знал уже и даже, видимо, принял, но не постиг. Постиг он это только в 52-м году. Но в 52-м году он написал, что диктатура Патрията есть переходный период к обществу бескласса. Тоже понятие всё есть, всё нормально, всё выражено в понятиях, но постижения ещё не было. Постигнуто, а это было понятие диктатуры Патрията. Значит, только в 75-м году по итогам Парижской коммуны. И вот я по этому докладу нынче и сделал. Значит, и назвал заковыристо. С одной стороны, это просто и точно, а с другой стороны, я понимаю, что вот нашему слушателю это заковыристо. Уроки советов коммун. Каких советов и каких коммун? Мы знаем, какой совет. Иваново-Изнесенский. Вот Иваново-Изнесенский. А французский – это Парижская коммуна. На самом деле приходится разъяснять, что Парижская коммуна – это община. А у нее был совет с коммунной. И, собственно, речь всегда идет о работе этого совета, который создавал вот эту парижскую коммуну из предприятий, которые были в Париже. Значит, отсюда противоречия у нас нынче конференции. Между тем, что они создали совет Парижа, кстати, по итогам выборов, муниципальное собрание Парижа. Значит, Парижская коммуна, она как коммуна, как такая городская вроде община, она существовала с 92-го года. С французской революцией и Парижане, они уже знали, коммуна у них. А тут они, значит, выборы муниципальные собрания этой коммуны и выбрали совет. Так же было и в Иваново-Изнесенске, только вот прижилось название совет. А на самом деле это был тоже совет коммуны. Они тоже создавали общину. Коммуна – община по-французски. Кстати, да, вот суверенитет-то по-французски. На любом европейском языке суверенитет – независимость, самостоятельность. Так и коммуна. На любом европейском языке – это община. И общины они идут от родовой общины до ревнеустроя, через территориальные общины позднего рабовладения и феодализма, в средневековой коммуны. Это была тема в Советском Союзе в истории. Довольно широко изучали, какие там коммуны были. Ну и в капиталистическое время я разъяснял этот вопрос, что коалиции первичные, потом профсоюзы, и потом уже в советское время – это и есть развитие коммуны, общины. И суверенитет, он рождается из этих коммун. Вот профсоюз независимый, он и рождает народный суверенитет. Когда соберутся вот такие профсоюзы, независимые, независимые от начальства, какого бы то ни было. То есть, общины организованы вот какими-то комитетами, профсоюзами, еще там какими-то органами. Тогда и возникнет вот этот народный суверенитет. И это осознала только советская социалистическая Великая Октябрьская революция. Владимир Ильич Ленин. И Ленин, он еще не постиг это в таком, в теоретическом смысле, но инстинктом уже постигли и действуют как часы. Формулируют. Законы первые же уставы и воззвания, и постановления как часы. Прямо нам говорят. Второй съезд социалистической революции. Съезд берет в первом же воззвании. Съезд берет власть в свои руки. Вся власть на местах, переходит совет. Власть в свои руки. То есть, вот она власть. Вся власть. Мы берем ее в свои руки. И где-то висит там моя статья о суверенитете. Я показываю, как к учредителе собрания действовало. В январе собралось, наконец, усилительное собрание, выбранное летом. И там начинается возня. Эти люди, которые не понимают в этом деле ничего, как нынешние теоретики. Кто будет вести собрание? Они не знают. Вы что, детский сад, что ли? Тут собрали. Чего вы тут собрались? Вот давайте самого старого поручим ему открыть собрание. Ну, нашли там какого-то самого старого. Самый старый вышел. Учредительное собрание считаю открытым. Тут свист, гам. Дедушка испугался, избежал. Все. Ну, открыл. Вот дальше выходит там, значит, один из эсеров и начинает. Ну, вот как же мы тут будем действовать? То есть, он не сам. Он не суверен. Он не чувствует за собой суверенитета. Поэтому они все ищут, кто бы им что-нибудь сказал. В отличие от, значит, второго съезда советов, который говорит, съезд берет власть в свои руки. Я сам. Герула. Что это значит сам? Это и значит суверенитет. Сам. Это значит верховная власть. Только испанский язык точно выражает вот этот смысл слова. Скажем, если вы возьмете испанские слова. Суверенитет. Это верховная власть. Верховная власть. Не просто власть, а верховная. И на съезде втором это четко видно, что это верховная власть. И она создает свой орган рабочий. Какой орган? Всесоюзный центральный исполнитель. Всероссийский центральный исполнитель. Она создает свой орган. И этот орган ей подчинен. Он такой же будет выполнять те же функции, что и верховная власть, между заседаниями, между сессиями, между съездами верховной власти. Но это все-таки не верховная власть, а это высшая власть. И вот этого понимания и тогда не было, и сейчас нет. Что верховная власть и высшая власть – это разные власти. Верховная власть – это суверенитет. Она сама действует, и она сама все создает. В том числе и назначает высшие власти. Исполнительные комитеты и прочее. И когда вот с этой точки зрения мы теперь смотрим на Парижскую коммуну, мы понимаем, что в Парижской коммуне вот этого ощущения и понимания вообще не было. Они, значит, собрались и сделали несколько комиссий в себе. И это было каким-то прообразом в ЦИК. Но не в ЦИК все-таки. Почему? Потому, что у них не было этого понимания и не было этого внутреннего разделения. Поэтому они тут и немцы наступают. Это же было состояние войны с Германией. Тут, значит, буржуи свои в Версале их прессуют. Тут им нужно проводить революцию. Тут им нужно организовать производство. Тут им нужно издавать законы. Почему Ленин объясняет много раз? Диктатура пролетариата – власть, не опирающаяся на какие законы. Ей не нужны никакие законы. Старые она отрицает, но она еще не создала. Она еще их только создает. Поэтому опирается на революционное сознание трудящихся. Но действует это сознание у Ленина и партии совершенно четко. Почему? Потому, что это заранее все продумано. Если возьмете работу лета 1917 года, значит, Ленин и другие товарищи все время над этим работают. Готовятся, как это будет все происходить. Значит, теперь... Да, вот нет. Теперь, если возьмете вы первую Конституцию 1918 года, там прямо это сказано. Вся власть, нет, верховной властью являются советы депутатов. Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Вот она, власть верховная. Это именно верховная власть. Она создает цикл и прочее, прочее, прочее. Но уже в скорости вот эта верховная власть, она начинает как-то тоже перестает быть центром сосредоточения и внимания. Куда-то уходит на задний план. И к 1936 году, значит, в документах перед 1936 годом, там видно, что ее начинают забывать. Верховная власть начинает выветриваться. Это четко вырождается в ее написании. Скажем, вот протокол у меня пятого съезда Совета. Там съезд Совета с большой буквы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. И везде, это высший орган. Он пишется с большой буквы. Съезд Совета с большой буквы. А по мере многие документы начинают писаться с малой буквы. И я удивляюсь, что даже у Сталина, в том числе в кратком курсе, в том числе в выступлениях по поводу Конституции 1936 года, уже как-то съезд с маленькой буквы. Съезд Советов, верховная власть, и они у них с маленькой буквы. Я уж не говорю, что в съездах самих Советов у Калинина, дедушки, тоже с маленькой буквы съезд Советов. Так, товарищи, у вас это верховная власть или не верховная? Значит, но слава богу, она у Сталина сосредоточилась и стала такими, хотя уже не народная, не народный суверенитет, как точно было выражено в съезде Советов. А он все-таки по характеру народный, а по форме он уже не народный. Он сосредоточен в одном лице. Но пока это лицо Сталин, это был народный суверенитет в полном смысле. Но Сталин – это они тоже умирали. И когда умер Сталин, суверенитет завис. И, естественно, он стал неопределенным. Все не знают, кто, где суверенитет. И когда, конечно, приходит прохвост Хрущев, суверенитет теперь сосредоточен в нем. Народного суверенитета нет. Верховный совет, он верховный по названию, но он, понятно, не суверенитет. Или непонятно. Конечно. Это не народный суверенитет. Вы говорите, теоретическая борьба. Нету, к сожалению, теоретической борьбы. Есть теоретическая болтовня. Чтобы теоретическую борьбу вести, нужно иметь мировоззрение научное. Оно только одно – марксистско-ленинское. Второе у нас господствующее мировоззрение – религиозное. Как правило, христианское. Ну, отчасти мусульманское. Люди еще, слава богу, пользуются понятиями толкового типа Спицына, историка знаменитого сейчас. Ну, некоторых других. А теории глубокой, основанной тем более на Марксе, на Ленине, ее нету. Не с кем побеседовать, поговорить. Поэтому только наш университет, он держит вот эту марку. Поэтому мы здесь учимся. Поэтому продолжается вот эта эпоха просвещения советского муржуазного общества. Пока она не закончится, пока она не просветится, пока вот эти вещи не будут осмыслены и не будет понят народный суверенитет и его суд, он восстановлен не будет. Поэтому восстанавливайте народный суверенитет. А начинается это восстановление. Вот когда профсоюз заявляет, что пошли вы все далеко, мы создаем независимый профсоюз. Они выступают суверенитетами снизу. Суверенитет, вот он начинается, с суверенных профсоюзов, с суверенных организаций, с суверенных партий, с суверенных общественных организаций. Создали фонд рабочей академии, и пошли вы нафиг. Вот у нас фонд, и мы занимаемся. И никто нам не мешает. Пару раз меня арестовывали, один раз долгово арестовали, и никто к нам никогда ничего не приставал. Пусть только приставят. Слово предоставляется Вячеславу Михайловичу Лазареву, члену комитета Ленинградской организации РСУР, и ремонтёру. Тема выступления, использование трудового законодательства в борьбе за улучшение условий труда. В условиях капитализма в современную Россию в рабочем классе всё четче видно, что никаких улучшений сверху ожидать не приходится. Труд становится всё больше и более интенсивным, реальное содержание заработной платы снижается, растёт травматизм, со свободного времени остаётся всё меньше. Что приводит постепенно... А ещё такая вещь происходит, что начальство становится неполне компетентным, и рабочие вынуждены тратить свои жизненные силы, энергию, нервы впустую, совершенно неоправданно. К сожалению, это постепенно вводит рабочий класс такое состояние уныния, безысходности не видно впереди просветов. В основном, объективно, выход из сложившейся ситуации существует. Капитализм в современной России, например, он произошёл из коммунизма, это снятый коммунизм, и снятие – это отрицание с удержанием. В трудовом законодательстве удержаны нормы права из советских времён, которые позволяют рабочему классу применить их в целях улучшения условий своего труда, а именно составить проект коллективного договора, куда включить требования к работодателю по улучшению условий своего труда. Проблема применения трудового законодательства состоит в том, что отдельные рабочие, которых большинство пока, даже не просто отбыкли от борьбы, они даже не знают своих прав, они не знают, что написано в Трудовом кодексе, и поэтому идёт такой застой временный. Но эта проблема, широкая проблема, это трудность, которую нужно преодолеть, то есть задача, которую нужно решить. Как её решить? Вот уже много лет в Нижнем Новгороде проходит российский комитет рабочих дважды в год. Съезжаются рабочие со всей страны, обмениваются опытом своей работы, рассказывают друг другу, что у них, какие ухудшения, какие применяют к ним средства давления работодателя, и как бороться с этим. принимают решения, много решений, связанных с разработкой рекомендаций по включению различных прогрессивных положений в коллективные договоры. И так получилось исторически, что большинство участников РКР это рабочие члены рабочей партии России, что неудивительно, потому что общественное объединение рабочей партии России, все её члены, в том числе рабочие, изучают изучать марксин-лиенизм в Красном университете, изучают трудовое законодательство, осознают необходимость установления диктатуры пролетариата. И вообще партия рабочего класса это авангард рабочего класса, кому как не авангарду вести за собой весь рабочий класс в целом. Соответственно, у рабочих участников РКР уже у многих, у большинства, а возможно у всех, есть либо проекты коллективных договоров, либо основные положения из них, есть осознание, что это и есть выражение коренных интересов рабочего класса. Но пока немножко придёт пробуксовка, и здесь нужно принять следующий шаг, что делать уже с этими основными положениями. В законе вообще нет никаких ограничений по форме коллективного договора. Он может занимать одну страницу, там может быть вообще что угодно написано. А значит, что и проект может занимать одну страницу всего. товарища рабочих уже есть на руках основные положения. Это и можно считать проектом коллективного договора. Раз есть проект, надо собирать подписи за его продвижение. Как собирать подписи? сначала одну, потом вторую подпись, третью. То есть никто не запрещает. Ходите по коллективу. Не надо к начальству ходить. Ходите по коллективу. Вместе с подписями получили подпись за проект. Дайте рабочему пустой лист бумаги ручку. Пусть сам своей рукой напишет предложение будущий коллективный договор. В конце концов соберется пачка этих предложений. Это позволит дальнейшем работать над... То есть сначала нужно бороться за принятие основных положений, нужно срочно улучшать свое положение по зарплату, повышать, освобождать свободное время, вообще сохранять жизнь, здоровье, способность к труду. Сейчас с этим не очень. Тенденция так сидит. Но в дальнейшем эти предложения можно использовать для разработки приложений к коллективному договору, которые можно развивать до бесконечности. Можно прописать все нюансы и гарантирует все направления работы. и здесь происходит такое... Значит, это не просто получается, что какая-то инициативная группа всех за собой тащит. Это все вовлекаются в работу, в обсуждение. Все приобщаются к этой теме. И в конце концов получается уже слаженный коллектив. А мало того, мы здесь наблюдаем еще такую вещь, как переход количественных изменений в качественные. Потому что как только у вас на руках 50% подписей плюс один человек, все. Вот с этого момента вы представитель работников. Не только по закону, по трудному законодательству, где написано, что вам должны обеспечить условия для работы в коллективе. И у вас есть право выдвинуть требования к работодателю прецедиатной статье, если не ошибаюсь. Даже минуя профсоюз, не создавая первичную профсоюзную организацию. Это полезно, это важно, но можно начать с малого. Можно собрать подписи и создать свой представительный орган. Он может быть любым, так и написано в законе. И вот оно изменение качественное. Все. Не были вы представители, собирать подписи раз, и вы представитель. не просто представитель на бумаге, а вы поговорили с коллективом, вы с ним обсудили много-много всяких вещей, которые интересуют всех. Пришли к каким-то решениям будущим, которые вы будете проводить в жизни. Сейчас так вот получается, что вот здесь небольшая пробуксовка, как я уже говорил, некоторые рабочие, наиболее передовые вроде как осознали свои интересы, но почему-то не осознали, без коллектива эти интересы не продвинут. То есть все, убирается сбор подписей. Все. Это следующий шаг, и мы перейдем к следующему шагу. Основные положения, изложенные на одной странице, это есть начало к установлению диктатуры пролетариата, а затем безкласса общества. Это простое начало, которое включает в себя всеобщее. Потому что из этих основных положений разрастается управление предприятиями и в принципе и советы отсюда же появляются, потому что создаются забасткомы из коллективов, которые уже настроены на борьбу и объединяются, появляется советская власть. И разве нужно говорить о массовом приходе в партию рабочего класса городских фабрично-заводских рабочих, если в массе своей они еще не приступили к борьбе даже за экономические свои интересы. Я к тому, что рабочим, которые уже создали, нужно приступить к работе, к продолжению этой работы, как я уже сказал. Я считаю, что эти основные положения, проект в виде основных положений, это средства. Есть средства соединения научного социализма с рабочим движением. Спасибо. Слово предоставляется Владимиру Петровичу Огородникову, доктору философских наук, профессору, отчетному профессору Петербургского государственного университета путей сообщения. Тема выступления противоречия как причина революции и контрреволюции и идея лимита революции. Так, уважаемые товарищи, я как раз хотел начать немножко встревоженные выступления предшествующих товарищей по поводу того, что бытие это все-таки первично, а не сознание. У нас тут много уповает на сознание, на законы, да, вот давайте закона или придерживаться или как-то его подрабатываем, подработаем законы, тогда мы прямо через законодательным путем революционно без всякой революции придем к победе пролетариата, да, пролетарскую диктатуру установим. Ну, понимаете, так сказать, это в общем философии называется субъективным идеализмом. Очень не новая тема, кстати, его очень поддерживает нынешняя буржуазия, вот этот субъективный идеализм в сознании всех людей, не только рабочего класса, но интеллигенции, да, давайте, ребята, законы. Вот я сегодня как раз хотел одного из видных представителей этой интеллигенции буржуазной, хоть он уже и умер, но критикнуть. А это знаете, кто такой Егор Тимурович Гайда? Слышали такое имя? Но его критика оказывается достаточно актуальной. Вот, именно в том отношении, что он попытался, попытался, но у него ничего не получилось в своем труде, который считал эпохальным трудом и назвал его государство и эволюция. в том 1994 год. Он в этот момент заканчивал свою работу на посту премьер-министра России. Так вот, Егор Тимурович Гайдар, который у меня был на 11 лет младше и уже 14 лет как умер. Как я его пережил, черт возьми, всех переживаю. Я Егору Тимуровичу еще писал как старший товарищ, и как доктор уже философских наук по поводу его ошибок. Но это спускание паров. Я понимаю, что это не ошибка. Это все сознательно было сделано. Как? Вот видите название государство и эволюция. Это явно против ленинской работы государства и революция. Вот он пытается доказать, что революция не нужна, что революция это всегда бедствие, и у нас запугали народ. И сейчас боятся наш народ. Есть еще терять у нас что? И даже пролетариату, который не очень хорошо живет, есть еще что терять? Да, вот мирная жизнь, понимаете, мы все держим, все семьи, дети, внуки. Вот, и как-то так, ну, страшновато, революция это смута, глядишь, гражданская война, сразу у нас такие образы, представительство, давайте как-нибудь эволюционным путем, да не получится, вот этот эволюционный путь как раз Егор Гайдар и предлагал, а конкретный его, он же не только теоретик какой-то, он практик был большой, он свою концепцию вот этой гайдар-аномики, которая абсолютизировала рыночные отношения в экономике в противовес вот некой хотя бы видимости централизованной власти государственной, где все-таки есть централизованное управление, он говорит, что это сбивает развитие, вот это централизованное управление, там народ мало чего соображает, и они там, так сказать, свои корыстны, они властные функции используют для того, чтобы присвоить собственность, да, продолжают использовать, очень хорошо у них получается, действительно, разрушают за счет этого всякое производство, и материальное, и духовное производство, разрушают, но Егор Гайдар так говорит, ну вот надо поэтому-то государство так подвинуть немножко в сторонку, где, мол, вот эволюционным путем через рынок, вот рынок нам все даст, а что нам дан рынок, Гайдара Номика, вы знаете, полное разрушение нашей промышленности, производства тяжелого машиностроения, легкой промышленности, духовной сферы, мы были сразу опущены куда-то в средневековье, и до сих пор продолжается у нас это в средневековом виде веры веры в суеверие. Недавно был врача, взрослый человек, чуть младше меня на 20 лет, опытная женщина, и она мне говорит, вот, как-то случайно, вот вы знаете, вот я верю в астрологические прогнозы, сейчас благоприятные. Я говорю, как вы можете верить, вы же врач, представитель естествознания, вот в эту чушь средневековую, я там прочитал короткую лекцию, сейчас не буду повторять, у меня есть по этому поводу записанный гуляет на просторах интернета эти лекции, в том числе и против антинаучного мировоззрения, понимаете, мне-то уже идет 79-й год, я бы должен по своему возрасту уже склоняться к какому-то религиозному мировоззрению, о душе подумать десертной, да, он там у меня коллеги некоторые уступают, большим успехом пользуется, которая душе, да, с позиции якобы науки, вот есть у нас такая, как ее, как ее, дама меня младше всего на 3-4 года, все время говорит о сознании, о мозге, ну, уже маразм у меня, а? Емельевская, Черниговская, совершенно верно, субъективный идеализм страшный, она говорит, наше сознание определяет полностью наше битье, единственная действительность это наше сознание, причем сознание каждого, ну, конечно, тогда какая борьба, какое объединение классов, работай со своим сознанием, все у тебя будет, да, докажи сам себе, что только путем, так сказать, вот, борьбы за капиталы, да, вот так, ты можешь добиться, да, вот, Гайдар, как вот все-таки я его несчастного, хоть и но умер, тут я в одной дискуссии, мне одна дама одна тоже сказала, как вы можете критиковать Гайдара, ведь он умер, я думаю, тогда не надо и Гитлера критиковать, знаете, и вообще никого, вот умер, значит, он что-то правит, да, где его живет, а вы знаете, вот как живет, то вы знаете, вот такая росхожая формула от Гайдара, вот от этой работы, я ее перед выступлением сегодняшнего перечитал, так очень внимательно, государство и эволюция, вот эта фраза, Россия исчерпала лимит революции, слышали вы ее? Она самая верховая, она произносится, это Зюганов, это не Зюганов, это вначале, все-таки первенство надо, это товарищ Гайдар, Егор Тимурович, кстати говоря, так, для разрядки некоторой обстановки, вспоминаю, как в его правлении, в поезде один раздавал левые газеты, и такой вот от народа какой-то щит веростищий, сам ли он выдумал, слышали вы или нет, дед, размахивая шашкой, бил на фронте берегов, внук, впустую оставил чашкой малышей и стариков, вот, вот вам приговор, он в этом время премьером был, вот что его Гайдара Номека привела, эволюция, так вот, как он пытается доказать, все-таки, нельзя, еще время, нельзя, три минуточки, вот, а, какой вы, да, Гайдар пытается доказать, что революция, а не революция, все, Россия исчерпала лимит революции, а кто это лимит-то представляет, как боятся, товарищи, из буржуазной среды, этого самого, боятся, черт возьми, пусть боятся, революция неизбежна, это не потому, что я фаталист какой-то, или там, а потому, что противоречия, вот о которых мы говорим, объективные противоречия, а они приведут, в конце концов, к революции, потому что иного исхода нет, качественные изменения, и чего угодно, происходят благодаря революции, революции, революция, два момента всякого развития, начиная с вселенной, и амебы, и кончая, если можно, амебы, к человеческому обществу перейти. Так вот Гайдар, на что ссылается? Он ссылается, прямо цитирует, в этой работе, государственная эволюция, Эдуарда Мершейна, конечная цель, ничто, движение, все. И он говорит, что этот лозунг помог, это цитирую Гайдара, выпустить без взрыва весь марксистский парк. Опа! Этот лозунг, он уничтожил марксизм. А вы меня хотите уничтожить, дорогой товарищ. Вот. Значит, декларируемый лозунг, который никак сам не доказан, просто декларируемый раз, уничтожил всю концепцию марксизма. Дальше, ссылается на Джона Кейнса, вы знаете, кейнсианскую теорию, экономическую, многие присутствующие, хорошо, он утверждает, Гайдар, что концепция Кейнса с успехом заменила марксистскую революцию и кейнсианской эволюции. Вот тут, вообще-то, Гайдар, знаете, у него последняя должность, был, он одним из редакторов журнала «Коммунист». Так, ничего. Какую карьеру сделал? Так вот, концепция Кейнса, он, наверное, не знает, связана не с доказательством того, что надо изгнать из социального развития революции, а с утверждением необходимости государственного вмешательства и государственного контроля за стихией рынка. Вот. А он, ссылаясь на Кейнса, пытается доказать геометрально противоположное. Многие Кейнса не читали, поверят его. Нельзя верить. Но еще он неграмотный. Все. Да, неграмотный человек. Так вот, понимаете, но тем не менее, конечно, надо поднимать сознание рабочего класса, который у нас действительно во многом тут уже говорили спит. Действительно. Класс еще в себе, а не для себя. Класс, вот он собирается и мыслит. Да, это передовые представители. А многие спят. А вот большинство спит, к сожалению, а не многие. А чем они усыплены? А буржуазной такой пропаганды, буржуазным мировоззрением и бытием, конечно. Некоторые, вон у меня, Вася, мой приятель, за за счет спекуляций за несколько месяцев стал миллионером. А я-то чем хуже? Да. И помните, вообще-то вы не помните, молодежь в основном, но старшее поколение помнит, как там у нас в начале перестройки нашей говорили, если ты умный, то почему ты бедный, да? Да, почему ты бедный. Почему ты бедный, да? Вот смотрите, какая связь. Значит, покажи, что ты умный. Давай. Вот. Значит, надо, наша задача. Я член идеологической комиссии, РКРП, да? Вот. И Родфронта. Передаю вам привет от нашего бессменного председателя. Вы знаете, кто это? Спасибо, да. А? Знаете, нет? Да. Фамилию. Надо, народ должен знать, крикировать. Виктор Акаевич Тюлькин. Он меня просил, я бы, вот очень хотел присутствовать, но я передаю привет и поддерживаю нашу пролетарскую и коммунистическую солидарность Родфронт. Спасибо. Спасибо. Слово для выступления предоставляется Николаю Павловичу Франксузову, ветерану труда с рабочим стажем 52 года, высшему председателю правкома Сестрорецкого Хлебозавода. Это фигура. И Сестрорю Ленинградской партийной организации. Не дать работодателю себя запугать. Заместитель структурного директора Фонда Рабочей Академии. Мой доклад построен на Трудовом Кодексе. Наверное, многим из вас приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда работодатель извещал о повышении зарплаты, а при получении расчетного листка обнаружилось, что заработная плата оставалась такой же, а иногда и меньше, или даже номинально увеличивалась, но ее реальное содержание, то есть набор продуктов, которые на эту зарплату можно приобрести, значительно сокращался вследствие инфляции, то есть рост ценной продукты, приобретаемые на полученную зарплату. Именно с такой ситуацией столкнулся мой сын в Санкт-Петербурге в 2022 году, когда работал плотникам в ООО, жилком сервис, полночного района. Все работодатели по законодательству обязаны повышать реальное содержание заработной платы, но у них другая цель сделать видимость повышения заработной платы, а на самом деле фактически заплатить работнику как можно меньше. Для этого у работодателей работают юристы, которые ищут лазейки в законодательстве и свои домосы преподносят как якобы законное основание. И помогает им частенько в этом, как ни странно, Государственная инспекция труда. Я с этим не расталкивался, когда в течение 12 лет работал неосвобожденным председателем первичной профсоюзной организации на историческом хлебозаводе. В этом докладе я хочу подробно донести до вас на примере своего сына, чего требует закон от работодателей и какие виды нарушений применяет работодатель, чтобы закон не выполнять. Сын понял, что за повышение реального содержания заработной платы необходимо бороться, когда вместо повышения его заработная плата с января 22 года уменьшилась на 540 рублей и попросил меня помочь. Мы написали письмо 21.03.22 года и отправили. В этом письме процитировали статью 130 ТК РФ Основные государственные гарантии по оплате от работников. Там сказано в систему основных государственных гарантий по оплате от работников включаются меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы. Естественно, сыну попросил работодатель сделать хорошо зарплаты в соответствии с законодательством. Давайте разберемся в этой статье. Понимается она однозначно. Работодатель обязан повысить заработную плату на уровень выше инфляции, которую объявляет Росстат. Если заработную плату повысить только на уровень инфляции, то она по покупательской способности останется такой же, как до повышения, то есть реальной, и не будет соответствовать этой статье, и закон будет нарушен. И только тогда, когда зарплата будет повышена на уровень выше инфляции, этим действием будет обеспечено повышение уровня реального содержания заработной платы. И только тогда это будет соответствовать законодательству. Это касается не только частных, но и государственных предприятий. Уровень инфляции на конец 2021 года составил 8,39%. Значит заработная плата должна быть выше этого индекса. И уж никак и 7%, которые указал работодатель в своем приказе. Это первое нарушение работодателям Трудового кодекса. Вскоре 11.04.2022 года от работодателя пришел ответ. Он пишет согласно статье 134 ТК РФ обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительской цены товара и услуги. Организации не являющиеся государственными органами самоуправления государственными муниципальными учреждениями производят индексацию заработной платы в порядке установленном локальными нормативными актами. Трудовой кодекс РФ не предусматривает никаких требований к механизму индексации. Поэтому общество вправе самостоятельно избрать любой порядок и условия осуществления в том числе ее периодичность порядок определения величинной индексации перечень выплат подлежащих индексациям. В этом ответе работодатель сделал зависимый хитрый ход переходя с одной статьи в другую. Ему про одно он про другое. Статья 130 ТКРФ прямого отношения к 134 статье не имеет. В 130 статье по сути дела указано что работодатель обязан принять необходимые меры чтобы обеспечить повышение уровня реального содержания заработной платы. Да какие конкретно меры должны быть прописаны у работодателя не сказано. Каждый должен их разработать самостоятельно. и меры этих три. Первое на сколько процентов всех инфляции повышается заработная плата. Второе периодичность повышения заработной платы ежемесячно раз в 3 месяца раз в 6 месяцев или раз в год из какого числа. Третье перечень выплат подлежащих повышению оклад премии за совмещение за дополнительный объем работы и так далее. Именно об этом говорит 134 статья ТК РФ обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. Ниже обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом цен на товары и услуги. Государственные органы местного самоуправления государства и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке установленного трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами содержащими нормы трудового права. Другие работодатели частные в порядке установленным коллективным договором с соглашениями локальными нормативными актами. Как это понимается? Если работники не организованы и у них нет профсоюза, а значит и коллективного договора нет. Или нет двухстороннего соглашения между работниками и работодателями. Тогда работодатель самостоятельно издает локальный нормативный акт положение о повышении уровня реального содержания заработной платы. Все эти три документа коллективный договор, соглашение, локальные нормативные акт должны соответствовать статье 130 ТК РФ. Смотрим положение об индексации заработной платы в ООО жилком сервис порожного района. Переобичность индексации должностных окладов или выплаты премий производится ежегодно при условии выполнения финансовых показателей. коэффициент индексации окладов и или размер выплаты премии утверждается приказом генерального директора. При невыполнении условий указанных пункте 5 нет прибыли и отсутствия решения генерального директора о проведении индексации должных окладов и или выплаты премии не производится. Как видим своим решением работодатель запросто перечеркивает статью федерального закона 130 тк рф так как в законодательстве запрещено ввести индексацию заработной платы без ее повышения еще чтобы индексация зависела от финансового положения Таким положением можно очень легко понижать заработную плату Это второе нарушение трудового кодекса Вот еще способ понижить заработную плату продолжают цифировать весьма работодателя Премиальная система оплаты труда предполагает выплату работникам дополнительной заработной платы материального поощрения за надлежащее выполнение трудовых функций при соблюдении работниками услуг премирования в виде регулярных и единовременных в скобках разовых премий из дополнительного премиального фонда Генеральным директором общества дополнительная премия распределяется на основании служебных записок мастера за дополнительный объем работы Данная премия не является фиксированной и может каждый месяц как меняться так и вообще не выплачиваться Презиняется определение работникам условия дополнительного премирования Как видим в жилком сервисе два вида премий регулярная и разовая Разовая премия как и оплат индексируется а разовая нет Разовая премия выплачивается за дополнительный объем работы но разовая ее назвать никак нельзя ведь в соответствии с расчетными листками она выполнялась и оплачивалась ежемесячно в течение многих лет и входила в состав заработной платы так как именно так разовая премия в расчетных листках и называлась поэтому она подлежит повышению наравне с окладом и постоянной премии как это требует закон статья 129 ТК основные понятия и определения в ней сказано что в заработную плату входят стимулирующие выплаты доплаты надбавки стимулирующего характера премии и иные поощрительные выплаты а 130 статья требует чтобы работодатель принимал необходимые меры для повышения уровня реального содержания заработной платы и никакое финансовое положение на это повлиять не может это хитро разделить премию на две части одну из них называть разовой чтобы через нее в любой момент можно было понизить заработную плату не зря в жилкомбус сервисе юристы хлебят а можно ли дополнительные премии оплачивать дополнительный объем работы вот что об этом говорит трудовое законодательство статья 60.2 совмещение профессий сколько должностей решение зон обслуживания увеличение объема работы далее с письменным согласием работников ему может быть поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня в скобках смены наряду с работой определенной трудовым договором дополнительной работы под другой или той же профессии в скобках должности за дополнительную оплату за дополнительную оплату статья в скобках статья 151 настоящего кодекса срок в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работникам читаем статью 151 ТКРФ оплата трудов при совмещении профессий в скобках должностей расширение зоны обслуживания увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без особой жизни от работы определенной трудовым договором в ней сказано при совмещении профессий и должностей расширение зоны обслуживания увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы определенным трудовым договором, работнику производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и, в скобках, или объема дополнительной работы. Статья 60, в скобках, статья 60.2 настоящего года. А чтобы у работодателя не было соблазна своим волевым решением требовать от работников выполнять какие-либо работы без должного оформления, есть статья 60 ТК РФ. Запрещение требовать выполнения работ, не обусловленный трудовым договором. Как видим, дополнительные объемы работы должны оплачиваться не премией, как это требует работодатель, а дополнительным соглашением к трудовому договору, в котором по соглашению сторон определяется, какие конкретные работы будут осуществляться и какая за это устанавливается оплата. Это уже третье нарушение законодательства работодателем. После переписки с работодателем жилком сервисов, которые мы настаивали на перерасчете заработной платы, генеральный директор не принял во внимание законные требования ТК, и сыну было отказано. Тогда я по доверенности от сына решил обратиться в прокуратуру Курорского района Санкт-Петербурга. Организация очень серьезная, поэтому я попросил юридической помощи у своего однопартийца, профессора по кафедре экономики и права, Михаила Васильевича Поповов, который оказал мне в этом неоснимую услугу. Первое письмо к прокуратуру было отправлено с 16.05.2022 года с просьбой обязать по жилком сервису Курорского района устранить нарушение статьи 130 ТК. Прокуратура очень серьезно отнеслась к этому обращению. Она сделала запрос в жилком сервис, чтобы были предоставлены все необходимые документы. Разбор моего письма продолжался целый год. За этот период прошли две трехсторонние встречи я по доверенности работодатель и заместитель прокурора и одна четырехсторонняя встреча еще с участием инспектора Государственной инспекции труда. После обращения сына прокуратуру работодатель стал его травить и запугивать увольнением. Полностью перестали платить премию за дополнительный объем работы и ему стали выплачивать морот. Вскоре должность его сократили. Но он тут же устроился на работу с вдвое большей заработной платой. Прокуратурой было выявлено, что сокращение проведено с нарушением закона. Но возвращаться он уже не стал. Была установлена производственная травма, которая произошла с сыном много лет назад, скрыта. Выяснилось, что в течение многих лет ООО жилком сервис не выплачивало плотникам 4% за вредные условия труда. Был сделан перерасчет и деньги сыну выплатили. А с учетом ст. 130, 129, 60, 60.2 и 151 ТКРФ мы видим, что немалая доля деятельности ООО жилком сервиско-гошного района сводилась к тому, чтобы своих работников обманывать, запугивать, недоплачивать зарплату. Мы благодарны прокуратуре за проделанную работу, но вот ответы от нее на самое первое письмо, в котором говорилось о нарушении работы дателем ст. 130 ТКРФ так и не получили. Время. Приходили ответы, но не по существу. Чувствовала, что прокуратуре очень сложно решать этот вроде простой вопрос. Поэтому она пошла легким путем. Сделала запрос в Государственную инспекцию труда, не усмотрев такое количество нарушений Трудового кодекса. Дала по этому вопросу неправильное суждение прокуратуры, что якобы заработная плата работнику выплачена без нарушения Трудового законодательства. Прокуратура Курорного района Санкт-Петербурга не вникла в суд дело, опираясь на осуждение Государственной инспекции согласилась с ним, о чем и написала на ему сыну в письме от 12.05.2023 года. Что я еще хочу сказать? Главная цель обращения в прокуратуру это не перерасчивать заработные платы. Я в интернете долго искал что-то схожее с этой 130-й статьей. Какие-то ситуации такие похожие. Но не нашел. Поэтому главной целью я считаю обращение в прокуратуру, чтобы прокуратура выявила нарушение работодателям этой самой 130-й статье. Для того, чтобы был прецедент и впоследствии другим работникам было легче добиваться повышения заработной платы. Ну, понимаете, в одиночку, конечно, это очень сложно добиваться повышения заработной платы. Вообще бороться с работодателем. Поэтому создавайте коллективные договора, профсоюзы, естественно, коллективные договора и через них добивайтесь, отставили свои права и добивайтесь повышения заработной платы. Спасибо. Возвращение и противоречие. Слово предоставляется Константину Константиновичу Шабусу, консультанту фонда рабочей академии. Тема выступления противоречия движущей силы истории. Уважаемые друзья, сегодня очень важная тема, которая касается развития общественного прогресса. В первую очередь это в основном это деятельность уважаемого Гегеля. Поэтому Гегель пишет о том, что мышление и непосредственности содержится свобода. Почему? Да потому, что оно есть определенность всеобщего. Это так от вступления в мир. Поэтому Гегель наиболее полно отобразил диалектизистскую природу. Природы, общества и мышления. Сутью этого движения оказывается переход противоречащих сторон в новое состояние, а понятие в новое понятие. Существование двух взаимопротиворечащих противоречащих сторон их борьба и слияние в новую категорию составляет сущность диалектического движения, говорил Владимир Ильич Ленин. Он делал особое ударение на ту особенность диалектического мышления, что последнее обязательно включает в себя взаимные переходы взаимные переходы понятий. Он писал понятия не неподвижны, а сами по себе, по своей природе переход. И еще обычное представление охватывает различия и противоречия, но не переход от одного к другому, а это самое важное. К такому противоречию можно свести любую борьбу в общественном прогрессе. Это есть борьба существующих двух взаимно противоречащих сторон, например, противоречия труда и капитала. Такому противоречию можно отнестись любую борьбу в общественном прогрессе. Это борьба труда и капитала, которая у нас на поверхности и которая должно не перейти одно в другое, а должно получить слияние, именно слияние в новом состоянии общества, то есть получить новую категорию социалистического общества, как снятие капитала и капиталистического труда. Такой вывод неизбежит с точки зрения диалектического материализма, усматривающего движение понятий отображения действительного движения, представляющего собой бесконечные цепи переходов материальных явлений друг в друга, а также переходы от нищих форм движения материи к более высоким его формам. Следовательно, по этому коренному пункту учение о диалектике диалектический метод Гегеля совпадает с диалектическим методом материализма. В материальном мире переходы от нищих форм движения материи к высшим совершаются в закономерной последовательности. То, что так, на уровне социальной формы движения материи общественный прогресс выражается в смене общественно-экономических формаций, имеющей объективно обусловленный порядок. Современная эпоха – это эпоха империалистических войн и социалистических революций. Это борьба социализма и империализма. Необходимо отметить работу доктора философских наук Казенова Александра Сергеевича и Попова Михаила Васильевича о том, что революция и контрреволюция в СССР – это работа о революционной диктатуре пролетариата и контрреволюционной диктатуре буржуазии, в которой отмечается, что исследование противоречивого процесса борьбы за подлинную демократию, то есть демократию трудящийся классу населения, из которых самым крупным, сознательным и организованным был и остается рабочий класс России. Эту борьбу рабочий класс начал в 19-20-х веках стремительным ростом забастовок в большинстве регионов, совершившимся первой революцией 1905-1907 годов. А через 10 лет начал новый приступ на твердыню русского империализма и разрушил ее. В результате возникло первое рабочее правительство, первое подлинно русское государство, союз советских социалистических республик. Сущностью этого государства была революционная диктатура пролетариата. В результате в мировой системе империализма была пробита такая бречь, которая вызвала процесс ее кризиса. В середине 20-го века возникла крупная мировая система социализма. Однако в силу неразрешенных внутренних противоречий и под воздействием мирового капитала буржуазные силы в СССР при помощи внешних сил смогли овладеть многими государственными и партийными институтами советского общества. Возникла контрреволюционная диктатура буржуазии, осуществившая переход от социализма к капитализму. Как пример противоречия современной эпохи Виктор Иванович Голко в работе прогрессивные и регрессивные тенденции отмечает, что источником самодвижения являются присущие обществу противоречия. Поскольку противоречие есть единство и борьба противоположностей, то в развитии имеются две противоположные тенденции. Первое совпадающее с линией развития это прогрессивная тенденция или прогресс. Противоположная лень это регрессивная тенденция. Она называется регресс. Так как противоположности находятся в единстве, то результат движения в каждый исторический период определяется борьбой этих тенденций. Либо прогрессивная тенденция берет вверх, тогда надрегрессивной и тогда экономика развивается. Либо регрессивная окажется сильнее и тогда происходит откат назад. Профессор Огородников Владимир Петрович отмечает, что главным достижением марксизма пониманием всемирной истории является кардинальной пересмотр решения вопроса о ее развитии. Так вот Карл Марс указал на противоречие между производственными отношениями и производительными силами как на основу основную причину и движущую силу исторических изменений. Тем самым в отношении истории был реализован диалектика материалистический метод определяющий внутреннее противоречие системы как движущую причину ее изменения. Поэтому уважаемые друзья в борьбе скрепим рукопожатие и долг отчизни отдадим. Мы люди значит это значит братья нам коммунизм необходим. Ура! Молодцы! Спасибо! Молодцы! Слово имеет Голков Виктор Иванович кандидат экономических и наук преподаватель Красного университета критик распространенных точек зрения на классы. Дорогие товарищи понятие классов и классовой борьбы это одно из ключевых понятий исторического материализма. Отдадим справедливости о классовой борьбе говорили еще задолго до Карла Маркса это открытие принадлежит французским буржуазным ученым и вообще понятие класса связано с классификацией больших групп людей по каким-то критериям вот именно марксизм поставил и решил этот вопрос на строго научной основе если говорить коротко как сейчас модно и многие требуют короче то критерий деления людей на классы это положение по производству повторяю коротко вот основной критерий и в буржуазном обществе у нас два класса основных на одном полюсе класс собственников средств производства основных буржуази капиталист на другом рабочий класс и это деление вытекает из сущности капиталистического производства вот марксизм сделал такое открытие оттуда пошли выводы что надо совершить перворот в капиталистическом способе производства а единственная материальная сила получается рабочий класс как это образно могильщик капитализма буржуазия не глупые люди они остро чувствуют опасность откуда идет опасность их существования и понятное дело что защитники капитализма сделали попытку поколебать фундаментальные открытия марксизма и общий подход очень простой надо сделать было что-то такое чтобы как-то затушевать замазать деление общества на буржуазное общество на класс капиталистов и рабочий класс и здесь два основных направления два основных езды первое как-то увести сторону людей на какие-то производные вторичные признаки вторестепенные чтобы тем самым убрать главные критерии а второе направление утопить истину в море всяких точек зрения воззрения и прочее прочее вот у нас относительно недавно была лекция в красном в университете рабочих респондентов Владимира Петровича он прекрасно все это раскрыл ну более предметов какие примеры я думаю что те люди которые далеки от общественно-политической жизни особо не вникают сторонница все равно если задать им вопрос какие вообще классы в обществе тут же назовут есть средний класс есть низший есть некий высший класс вот вот эта идея она постоянно подсовывается в общественное сознание буржуазии а какой критерий поделить всех людей ну во-первых можно поделить на такие конечно можно а какой критерий размер доходов который вы получаете мало получаешь ну значит низкий низший класс очень много вот высший а так вообще идеал это средний класс вы смотрите что получается а кто в средний класс попадает ну попадает часть буржуазии мелкой даже средней часть интеллигенции которая много получает и вполне возможно туда можно зачислить и часть рабочих даже тех например докеры или авиадиспетчеры добили свои коллективной борьбой повышение заработной платы ну вот их туда можно отнести и получается что в одной кошелке оказывается капиталисты и рабочие благодать какая здесь классовая борьба все вы здесь стремитесь сюда попасть я тут первое да вспомним известное понятие его называют ленинским определением класса у Ленина все четко какие он первые критерии выставляет это место это большие группы людей различающиеся а по месту в общественном исторически определенной системе общественного производства б по отношению к средствам производства третий критерий пароли в общественном вкладе жизни то есть это критерии связанные с производством а вот дальше обратите внимание что пишет а следовательно по способам получения и размерам той доли общественного богатства которая у меня располагает то есть размеры твоего дохода или там заратной платы это последний он производный он вытекает из основных а если мы этот последний размер дохода поставим во главу угла вытащим остальное выкинем то все тогда мы теряем вот эти фундаментальные научные критерии деления общества на пас второе направление это утопить вот эту истину в море точек звенья и здесь чего только нет я вспомнил здесь десятки если не сотни буржуазных ученых это отдельный разговор я думаю мы должны только идею ловить вот был маркс марксизм создан появились вроде как последователи один из них который сейчас поднимается насчет всей буржуазной наукой и идеологией это Макс Вебер что сделал Макс Вебер он вроде говорил да есть буржуазия есть рабочий класс но этого недостаточно надо сказать пошире взглянуть по глубже по разностороннее и предложил критерии первое это статус или социальный статус и второе партия отношение к партии то есть он как бы сделал такой почин и задел но давайте посмотрим есть понятие базис и настройки базис экономические отношения производственные а есть политические есть настройки идеологические политические чего там только нет и вот он говорит давайте мы возьмем критерии какие-нибудь из этой настройки а здесь по образованию можно людей поделить можем я извиняюсь по цвету глаз мы можем разделить и получится у нас класс карих класс синих класс голубых и так далее это вроде как шутку а всерьез вот эти критерии которые производные вторичные они приводят тому что понятие рабочего класса дружат манки оно убирается в сторону вымывается затушевывается и здесь ну десятки если не сотни всяких концепций отдельно стоит вопрос о классе служащих вот есть такой класс это те которые вроде как заняты не физическим трудом получают заработную плату их нельзя отнести ни к рабочему классу ни к классу капиталистов поскольку у нас время ограничено я процитирую Иосифа Виссарионовича Сталина который на этот вопрос ответил таким образом в интервью беседе с английским писателем Гербертом Уэллсом что капитализм будет уничтожен не организаторами производства а организаторами в кавычки имеется ввиду сейчас менеджеры управленцы и так далее не технической интеллигенции а рабочим классом ибо эта прослойка имеется ввиду техническая интеллигенция и организаторы производства не играет самостоятельной роли ведь инженер организатор производства работает не так как он хотел бы а так, как ему прикажут, как велит интерес хозяева. Понятное дело, служащий, даже по названию можно догадаться, служит кому служит? Правящему классу. Поэтому буржуазное общество интеллигенция в массе своей служит, конечно, капиталистом. Но за исключением тех интеллигентов, которые стали на позиции рабочего класса и помогают ему в его борьбе. Значит, подводя итог, идет классовая борьба. Она идет в разных формах. Есть экономическая борьба, которую ведут профсоюзы на предприятиях или какие-то иные организованные группы рабочих. Есть политическая борьба, которая ведет партия рабочего класса. Есть теоретическая борьба. Вот один из вопросов, который я пытался осветить, это вопрос теоретической борьбы. И, конечно, мы здесь не должны останавливаться. Если вы зайдете на сайт Федеральной службы государственной статистики, огромный сейчас, чего только можно жить потратить, чтобы книжки изучать, статистику, я задам вам вопрос. Попытайтесь там найти слово рабочего. Вам придется поискать. Нет, все сделано для того, чтобы вымарать вообще из жизни. То есть сотни, сотни исследований, сотни статистических материалов и чего там только нет. Мужчины и женщины по образованию, по возрасту, больные и здоровые и так далее. Может быть, в одном или двух местах. Еще забыли, не заметили и не вымарили слово рабочий. Поэтому, возвращаясь. Понятное дело, что рабочий класс – это единственный класс, предназначение которого историческое, в силу его объективного положения в системе общественного производства, совершить переворот в этом способе производства, построить новое общество. И, понятное дело, что он не может сделать это один. Он должен привлечь нас в ту сторону всех трудящихся. Ну, вспомнил, что говорил Владимир Ильич Леев. Ну, здесь нельзя вот так вот, знаете, всех в одну кучу. Сначала мы выделяем один класс. Из этого класса фабрично-заводские, городские, вообще промышленных рабочих. А затем зовем всех в общее дело борьбы рабочего класса. Спасибо за внимание. Ну что, дорогие товарищи, я считаю, что конференция прошла успешно. Я считаю, что товарищи поделились соображениями по поводу своих последних изысканий или острыми практическими вопросами. Поэтому я думаю, что в целом конференция выполнила свою роль. Хотел бы отметить, что вот растет такой научный момент. Конференция наша, прежде всего, все-таки научно-практическая. Хотя у нас, принимая в ней участие и не только ученые, а и товарищи рабочие, товарищи практики, товарищи специалисты из разных других областей, тем не менее это ставятся новые проблемы. А новые, стало быть, они имеют и некоторое научное значение. И я думаю, что правильно сделал наш Красный университет, который создал вот эту вот форму для того, чтобы наш народ рос теоретически. Идеологическая борьба нынче, особенно в нашем обществе, достаточно остро идет. Шубу разных организаций сейчас, журналов, каналов, клубов, сколько угодно. И все дискутируют, ругаются, создают новые партии за новый социализм, за обновленный социализм, еще там за какой-нибудь социализм. А серьезных, скажем, научных каких-то исследований, каких-то серьезных ученых, я лично не вижу. Хотя есть серьезные специалисты, например, экономисты. Скажем, ну вот такой Валентин Юрьевич Катасонов. Хороший экономист, финансист, один из самых таких компетентных, старых еще советских времен. Делает хорошие анализы по современным финансовым отношениям. Но он стоит на точке зрения так называемого христианского социализма. Ну, дорогой товарищ, ты был член партии, доктор наук экономической, грамотный человек. Христианский социализм. Был, конечно, там отец Сергий Волгаков, крупный царский экономист, глубокий, интересный. Для того времени это было интересно. Но теперь, пройдя через советское государство, через мировой социализм, опять вот эту вот ерунду навязывают людям. Ну, это просто как-то не серьезно. Или, скажем, в последнее время претендующие претендующие на кандидатство на выборах президента, товарищ Платушкин, грамотнейший, культурнейший человек, доктор исторических наук, заведующий кафедрой. Блестящая речь. Вот нам за новый социализм. А что под этим новым социализмом пытался скамья у них выяснить? Они об этом просто не говорят. Как будто это все, так сказать, понятно, как будто не было для них сотен этих новых социализмов. Поэтому это тоже все досужие разговоры. И также и масса других, скажем, ну, таких из наиболее серьезных людей, которые, ну, хотя бы пользуются понятийным уровнем марксизма или низу, скажем, как Спицын или Сёмин такой из молодых. Еще там некоторые люди. Поэтому я думаю, что и в теоретическом смысле надежды у нас ни на кого нет. Вот надежда только на те силы, которые вот тут есть вокруг нас, которые собираются уже сколько, Борис Николаевич, уже лет 20? Ну, не меньше. С учетом этих... 12 конференций. Да, да. С учетом тех конференций. Да, уже, наверное, за 20 перевали. 30-ка. И все мы это изучаем, и все это постигаем, и все еще понимаем, как мало мы сделали. Все время какие-то для себя новые открытия делаем. Хотя, скажем, я уже все, уже Энгельса теперь перешил. И все делают для себя какие-то новые открытия. И я думаю, что вот пока эта работа в истижении не завершится, я думаю, еще кардинальных движений не будет. И я думаю, что дело тут, где он у нас? Не в рабочем классе, а вот дело как раз в интеллигенции. Что интеллигенция в своей роли интеллигента, то есть разработки науки, общественной науки, мировоззрения, она не выполняет, мы не выполняем. И я думаю, что у нас, вот в нашей среде, это такой один из... Не один из, а я бы сказал, это передовой отряд, но вот такой вот мысли, серьезной, глубокой, теоретической. Поэтому я желаю всем товарищам сохранять форму, сохранять оптимизм. Русский народ и русский рабочий класс, он все-таки не привык жить в таком вот полусуверенитете или низком суверенитете. И в глубине общества я вижу, что идет вот эта вот работа глубокого осмысления. Что произошло? Кто виноват? Что делать? Чего же ты хочешь? Чего мы хотим? Хотим – это вот вопрос воли. У нас сейчас больше, даже, может быть, несмотря на недоработки интеллигенции, вопрос воли. То есть у народа не хватает воли, решимости, силы отстаивать свои интересы первичные, заработные платы. То есть рабочие, если не вступают даже в профсоюз, он человек безвольный. Во-первых, непонимающий, во-вторых, у него нет решимости выполнять те понимания, которые у него есть. А уж заработная плата, но это наипростейшее. Вот этой воли не хватает. А воля, она близка к идее. И идея и воля, они отталкиваются от сознания. И идея и воля – это реализующее сознание. Или понятие, которое переходит в жизнь. Или хочет реализоваться. Так, Владимир Петрович? Он что-то качает головой. Но это мы ставим потом додискутим. Это мы потом договорим. В частной дискуссии. Воли не хватает. Воли нет. А чтобы была сильная воля, нужен сильный ум. Воля сильная у тех, у кого сильный ум. Кто понимает, что надо и что делать. И который готов это реализовать. Поэтому я желаю и надеюсь и уверен, что такой ум будет. Такой ум формируется. Такая воля будет. Она формируется. И она неизбежно будет реализована в жизни. Глава, что чувствует дискуссия. Накаляется, обохряется. Это зал в распоряжении. Допомним. Пожалуйста. А так, последняя капля. Закончена. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok